Если, услышав о хищных птицах, вы сразу думаете о молниеносной реакции, сильных крыльях, смертоносных острых когтях и убойном клюве, то вы абсолютно правы. Даже на словах хищные птицы внушают уважение, но на деле они внушают настоящий страх. В этом выпуске вы увидите хищных птиц в деле и узнаете, на что способны грифы, орлы и ястребы. Нападение грифа на теленка Гриф, или как его еще называют, сип, это хищная птица семейства ястребиных. Она обитает в основном на юге Европы, Азии и в странах Африканского континента. Один из самых общеизвестных фактов о грифах – они питаются в основном падалью, но известны инциденты, когда птицы нападали на ослабевших животных. Этот случай стал таким исключением. В 2016 году в Бурятии были замечены нападения крупных птиц на домашних животных. Возможно, это были грифы, которые отнесены к редким видам. Одна из местных жительниц села сообщила о том, что она заметила пропажу двухмесячного теленка. Обычно он пасся в местности недалеко от дома. Через некоторое время хозяева нашли останки животного. Они были в абсолютном недоумении и не догадывались, кто мог это сделать. Тогда соседи поделились догадкой, что это дело рук грифов, ну или точнее их клювов и когтей. Известно, что грифы очень хорошо видят и чувствуют добычу за несколько десятков километров. Эти хищники ленивы и не любят долго махать крыльями. Они любят парить на высоте, пользуясь вертикальными потоками воздуха. В полете гриф может развить скорость до 62 километров в час. Однако при пикировании вниз скорость увеличивается почти вдвое, до 120 километров в час. Именно из-за этого, по словам экспертов, слабой, обессиленной добычи вроде маленького теленка сложно бороться с крупной проворной птицей. Орел рыболов Орлы – настоящие повелители небесных пространств. Они способны летать туда, куда не забирается большинство птиц, а феноменальное зрение даже с огромной высоты позволяет им видеть потенциальную добычу. На эти кадры попало нападение орла. Птица долго охотилась возле кромки льда, но безуспешно. Спустя некоторое время орел прыгает в воду и, кажется, цепляется за что-то очень тяжелое, так как уже не может взлететь. Позже становится видно, что крупной добычей был внушительных размеров зеркальный карп. Даже профессиональному рыбаку иной раз так не везет, как этой мощной птице. Орел против горных козлов Орлы – огромные по размерам птицы. В среднем длина их тела составляет около 70-80 сантиметров, а размах крыльев может достигать почти двух с половиной метров. Но все равно как-то не верится, что они способны нападать на таких животных, как горные козлы, ведь последние вырастают до полутора метров в длину и достигают веса в 100 килограммов. Видимо, этот орел решил разрушить все стереотипы. На этом видео он довольно крепко вцепился в крупного горного козла, которому только и оставалось бежать вниз по склону, надеясь, что крылатый хищник отстанет. В конце концов, орел отстал от бедного животного. Наверное, понял, что переоценил свои способности. Если козленок небольшой, как в этом случае, то орел может унести его с помощью своих мощных когтей. Это доказывают кадры следующего видео. А тут продемонстрирована необычная стратегия нападения на крупных животных с минимальными усилиями. Гигантский орел вцепился в козла, а затем скинул его со скалы на землю. Затем беспощадная птица насладилась плотным обедом. Орел, напавший на ребенка Этот случай нападения был заснят в Монреале. На небольшой лужайке орел царапает и цепляет когтями маленького мальчика, пока его родители этого не видят. Птица даже смогла приподнять ребенка над землей, но, к счастью, все обошлось лишь испугом. Малыш не получил серьезных травм. Ястреб, напавший на белку Ястребы – это большая группа хищных птиц, которая включает в себя 280 видов. Они распространены практически по всему земному шару. Правда, некоторые виды из-за загрязнения окружающей среды и хозяйственной деятельности человека находятся под угрозой исчезновения. Самое важное, что нужно знать об этих хищных птицах – это то, что острое зрение – их главный помощник. Эти хищники обладают очень хорошим зрением, которое способно уловить движение даже на очень большом расстоянии. В основном ястребы охотятся на других птиц, поэтому для них очень важно вовремя заметить добычу. Они не только способны различать цвета, но и улавливать ультрафиолетовую часть спектра и даже обнаруживать магнитные поля. Интересно, что зрение этих эффективных охотников в восемь раз острее, чем зрение обычного человека. Эти птицы также отличаются замечательным слухом, а вот хорошим обонянием мать природы их не наградила. Обычно ястребы охотятся ранним утром или с наступлением сумерек, так как прекрасно видят в полутьме. Кроме того, они довольно бесшумно двигаются, делают несколько взмахов крыльями, а после парят в воздухе. Атакуя, крылатые хищники могут разгоняться до колоссальных 240 километров в час. Вот почему большинство их жертв обречены. В отличие от других хищных птиц, ястребы хватают и тут же убивают свою добычу когтями. От атаки этой птицы очень трудно спастись, это практически невозможно. Интересно, что в 2005 году канадским ученым Луи Лефевром была создана шкала изучения уровня интеллекта птиц, которая определила, что ястреб является умнейшей птицей среди всех своих собратьев. Руководствуясь этой информацией, вы уже, наверное, сделали выводы о могуществе этой птицы. Но что же все-таки происходит, когда ястреб атакует свою жертву? На кадры этого видео попало одно из безжалостных нападений ястреба. На самом деле, камера была установлена для наблюдения за белками. Но позже, при просмотре видеозаписей, увидели, как на беспомощного, беззащитного рыжего пушистика набросился хищник. Он схватил жертву и держал в своей стальной хватке около полутора минут, но в конце концов белке удалось вырваться и убежать. Спустя неделю на камеру попала белка, на боку которой находилась небольшая рана от когтей. Предположительно, это была та самая пострадавшая. Еще один завораживающий поединок ястреба, на этот раз против проворной змеи. Как вы уже знаете, ястреб обладает самым высоким интеллектом среди своих сородичей, что позволяет ему не просто бездумно атаковать понравившуюся добычу, а выбирать верную стратегию. Этот краснохвостый сорыч тоже заранее все продумал. Для поимки присмыкающегося, он расправляет свои огромные крылья, чтобы привлечь внимание змей. Схватка длится довольно продолжительное время, но яд змеи не представляет серьезной опасности для оппонента. В конце концов, ястреб поддержал победу благодаря своим смертоносным когтям и клюву. Видимо, змеи тогда решили отомстить. Коварное животное захотело пробраться к гнезду птицы, где находились птенцы. Тогда ястребу ничего не оставалось делать, кроме как сбросить змею со скалы. Сова, защищающая свое гнездо. Предлагаю посмотреть на птицу, которую вы, возможно, даже не ожидали увидеть в сегодняшней подборке. На этих кадрах удалось запечатлеть, как сова защищает свое потомство. Сова – степная птица, и ее гнездо обычно располагается на земле, а это значит, что опасность может возникнуть как с неба, так и с земли. Чтобы защитить потомство, например, от волков, птица их атакует, таким образом отвлекая от места расположения птенцов. А при нападении птиц, сова делает сальто в воздухе, при этом выставив свои когти, и хищники сразу же передумывают нападать на гнездо. Нападение каранчи Каранча или каракара – одна из самых крупных птиц семейства соколиных. Общая длина птицы составляет 55-65 сантиметров, а вес доходит до полутора килограммов. Отличительными внешними признаками этих величественных птиц является мордочка желтого, оранжевого или красного цвета, а на голове находятся хохол и шапочка черного цвета. Пожалуй, самый увлекательный факт о каракаре – это то, что название птицы – звукоподражательное и заимствованное из языка индейцев гуарани. Голос каракары напоминает скрипящий звук и похожий на удары друг от друга двух кусков твердого дерева. Стоит отметить наглый характер этих птиц. Они способны без зазрения совести своровать, например, чужих птенцов. Один такой случай даже был запечатлен. Бесцеремонный каракар решил украсть детеныша Альбатроса. Он легко и без лишних усилий уносит детеныша в нужном направлении. А на следующих кадрах вы можете наблюдать издевательства каракаров уже над пингвинами и их потомством. Но если издевательства над пернатыми собратьями вас не удивили, взгляните на это. Каракары решили напасть на отбившегося от стаи маленького беззащитного тюленя. Птицы, окружив детеныша, достаточно долго царапали его острыми когтями и клевали. В конце концов, история закончилась хэппи-эндом. Жалобные крики малыша услышала мама тюлень и приплыла на помощь. Что ж, на этом все. Расскажите в комментариях о своей любимой птице. И спасибо вам большое за просмотр.